11.06 в Кирове. Начинаем дневной разворот в студии Соня Дзюмина и Дарита Пузлеева. Я представлю, наверное, сразу наших гостей. У нас сегодня в студии Инна Гомес, актриса, модель, общественный деятель, руководитель премии на благо мира. Инна, добрый день. Добрый день. Артем Кузнецов, председатель попечительского совета благотворительного фонда улучшения жизни и образования из Москвы. Столичный гость у нас. Артем, здравствуйте. Здравствуйте. Инна тоже из Москвы. Я думаю, Инна более известна, не в обиду вам. И Дмитрий Плодинков, руководитель компании «Вятские меха». Руководитель Дмитрий у нас сегодня в гостях как, собственно, соорганизатор мероприятия, которое было вчера и о котором нам хотелось бы поговорить. Это был благотворительный ужин в честь шестилетия делового клуба. Дмитрий, наверное, вы поподробнее расскажете, что это было за мероприятие, почему вообще решили собраться, какова его цель. Здравствуйте. Во-первых, мероприятие посвящено было шестилетию делового клуба, и мы, как соорганизаторы данного мероприятия, решили его провести в новом формате, в формате благотворительного ужина. Благодаря нашим партнерам, коллегам из Москвы, данное мероприятие было скоординировано, и все средства, которые мы собрали вчера, а если я не ошибаюсь, в районе миллиона рублей у нас получилось, то есть со всеми спонсорами, со всеми, кто участвовал. То есть в районе миллиона рублей мы собрали за все мероприятие, то есть это заранее именно вчера был аукцион, и, мне кажется, для города Кирова это прямо такое вау. Ну, смотрите, да, благотворительный ужин, в принципе, это достаточно такой распространенный инструмент помощи вот в плане именно благотворительности для Кирова. Это действительно было что-то новое, то есть раньше не практиковались такие? По крайней мере, я в Кирове такого не встречал, и с нашими партнерами, деловым клубом, мы на таких мероприятиях никогда не были, и в СМИ не освещалось никогда такого именно формата. Дмитрий, а вы упомянули, что это был аукцион, аукцион чего? Заранее были посещены детские дома, и ребята, которые воспитывали детские дома, сделали подъелки для данного мероприятия, и все гости, которые присутствовали на данном мероприятии, участвовали в аукционе, и аукцион, каждый подарок оценивался, то есть именно по системе аукциона. Вот по системе аукциона, я не знаю, как удобно про это говорить, в районе 250 тысяч рублей поделок именно сделанных детьми воспитников двух детских домов, был вчера разыгран, реализован, или как, и все деньги пойдут именно на благотворительность, именно в эти детские дома. А как вообще проходил сам аукцион, как восприняли его люди? Потому что я не думаю, что из тех, кто присутствовал на аукционе, из Кировчан, очень многие вообще когда-либо принимали участие. Вот наверняка, Артем, именно вам приходилось бывать не раз, не два на таких мероприятиях, вот если сравнить, то есть, ну, грубо, наверное, говорит, там, столичный, региональный формат, но тем не менее. Ну, работы детские были вчера очень трогательные, я так сразу чуть-чуть эмоции внесу, потому что прямо это было сделано с душой, от сердца. Детскими руками, и народ вообще, на самом деле, я хочу поблагодарить Артема и Дмитрия за возможность участия во вчерашнем мероприятии. И прям так, знаете, местами прям пробивало самое сердце, и слезы накатывались, потому что очень была такая, знаете, обратная реакция очень теплая. Нам очень было вчера приятно находиться в этом прекрасном месте, и вот это общение с залом, люди, которые подходили, говорили, как все здорово. Было видно по их глазам, была такая отдача невероятная сердечная, и прям, вы знаете, какая-то энергия ходила по залу вчера, чудеснейшая совершенно. И когда в конце мероприятия были выставлены лоты в виде детских вот этих работ, это прям было очень сильно, на самом деле. И сумма собралась, да, большая, и, ну, здорово, на самом деле, когда люди поддерживают детей. И это вчера очень было душевно. Да, то есть на самом деле мы с Инной как раз обсуждали, что вы правы, то есть мы, ну, и у меня свой какой-то опыт, у Инны свой, достаточно большой опыт, и каких-то благотворительных мероприятий, и в том числе аукционов. И на самом деле бывает очень так тяжеловато. То есть ты говоришь, а теперь у нас аукцион, и народ такой, что-то там находится, и сразу у всех находятся дела, и так далее. И ты начинаешь себя чувствовать на сцене как-то отдельно от зала. И вот то, что мы отметили, что тут такого как бы не было. То есть народ есть такое, что когда ты говоришь, типа, а теперь аукцион, народ немножечко так это напрягается. Но, ну, напрягается, напрягается, но потом мы так что-то раз, два, три, там что-то один, что-то второй, так как-то раскачались, поняли, что, а, ну, ладно, не страшно. И, ну, потому что, действительно, и формат новый, и еще какие-то моменты. Ну, а если у человека что-то новое, непонятно, немножко это. И народ вчера сидел до самого последнего момента. Мы обычно привыкаем, что народ, так, знаете, рассасывается в течение вечера. До последнего просто пока уже не закрылся, как говорится, ресторан. Все сидели, общались, разговаривали, обсуждали что-то. Была очень вообще невероятная вчеросердечная атмосфера. А еще что-то, да, в программе было, правильно, я понимаю, вечера? Да. Ну, то есть, собственно, перед аукционом, ну, то есть, суть-то была в том, чтобы даже не рассказать, а как-то вот, ну, привлечь как раз в чем была вся задумка. Значит, раскрою вам секретные карты. Ну, вот фонд, в котором я в попечителях, работает достаточно давно, в принципе, достаточно много чего делаем. Это и реабилитация наркозависимых, и профилактика, и профилактика правонарушений и так далее. Потому что, ну, вот с детскими домами и учебными заведениями работаем достаточно давно в контексте именно профилактики. Потому что по детским домам, я вот вчера, например, озвучивал статистику, есть очень печальная статистика, и это статистика не 90-х годов, даже не 2000-х, а вот 2018-го, что 40% выпускников детских домов в России отъезжают в тюрьму. Ну, это... Да, ужасно. Да. И так как у нас в фонде есть направление, которое реабилитирует, ну, как бы, ресоциализирует заключенных, то, как бы, есть некоторое понимание, насколько это сложно делать, и что действительно гораздо проще, чтобы человек не попал в тюрьму, чем потом его хоть как-то вообще вернуть к обществу, чтобы он действительно в нем остался. И поэтому, собственно, моя, ну, не миссия, задача приезда в Киров была как раз в том, чтобы вовлечь кировское и деловое сообщество, и в целом, как бы, людей в ту активность, которая простая, понятная, там, либо вовлечь действиями во что-то очень простое, либо вовлечь, если это бизнес, то финансами, в поддержку каких-то программ, типа, там, реабилитации, еще что-то, вот каких-то таких вещей. И, соответственно, в чем коварство планы? Собственно, у нас вот есть друзья у нашего фонда, это деловой клуб, с которым мы, там, уже года три общаемся, дружим, там, и проводим мы, значит, в Москве мероприятие в декабре, тоже, похоже, тоже благотворительное, тоже, там, с аукционами, со всеми делами. И ребята не успели приехать, мы встречаемся уже потом. Сели, я говорю, вот, смотри, фоточки, там, туда-сюда. Он говорит, слушай, говорит, а у нас, вот, день рождения скоро, говорит, а может, вам надо, чтобы мы собрали местных кировских бизнесменов? Говорит, немножко, говорит, человек сто. Я говорю, слушай, не знаю, сто бизнесменов в Кирове. Конечно. Я говорю, да, давай. Вот, и, собственно, понятно, что если бы мы заявили просто благотворительный ужин и там было с благотворительным аукционом, ну, дело не в том, что я там не хочу сказать, типа, вот, в Кирове меня откликнулись, просто это непонятно. Потому что непонятно. День рождения, отмечаем, и благотворительный ужин. День рождения, понятно, ужин, понятно, благотворительный, посмотрим и разберемся. То есть людей нужно постепенно подводить к этому. Да, да. И дальше, то есть я просто рассказал про конкретно часть волонтерской работы с детскими домами, когда очень простая, то, что просто берешь, едешь в детский дом, но не приезжаешь, кидаешь подарком в детей и убегаешь, а приезжаешь лучше без подарков, прям, ну, там, подарков, коробок, там, и еще чего-то, а приезжаешь, там, привозишь что-то чисто, там, не знаю, к чаю или еще что-нибудь, и, например, кучу раскрасок, карандашей, и говоришь, кто хочет пораскрашивать? И раскрашиваешь с детьми. Или привозишь футбольный мяч и играешь с детьми и увлекаешь их в общение, потому что это одна из частей вот этой проблемы с детскими домами, что им не хватает общения с внешним миром. Артем, перебью вас, мы на 30 секунд прервемся и потом поговорим уже о поездке в детский дом непосредственно. Продолжаем дневной разворот. До перерыва начали говорить непосредственно о поездках в детские дома. Насколько я понимаю, сегодня как раз тоже собираетесь в какой-то из детских домов. Поподробнее чуть-чуть расскажите об этом. Ну, собственно говоря... Куда поедете? Дима, давайте я расскажу. Как местный, вам интересно лучше. Да, как местный. Мы поедем сегодня в детский дом, который находится в городе Новаяцкой, ну, то есть в городе Кире, в Новаяцком районе. В районе 15 часов нас там ждут. Я хочу рассказать, как мы ездили первый раз в детский дом, именно не так давно. И дополню, Артема, о том, что благотворительностью занимаются многие, но некоторые преподносят задаривание, там, задабривание, заваривание подарками, именно как благотворительность. Но это тоже неплохо со своей стороны, но достаточно сложнее приехать в детский дом без подарков, а именно провести мероприятие для детей. Не просто концерт показать, а именно с ними позаниматься. Мы в силу своего бизнеса имеем большой опыт, команда образования, приезжали в детский дом со своим коллективом, и главное условие у нас в компании именно все добровольно едут. То есть никто из-под палки к нам не едет в детский дом. И на самом деле тяжело приехать и посмотреть им в глаза. Многие на самом деле испугались просто. Гораздо легко приехать, подарить подарок и развернуться и уехать. Почувствовать себя хорошим. Да, почувствовать себя хорошим, грубо говоря, купить себе галочку там где-нибудь на небесах, например. Провести мероприятие, ну такой действительно мандраж, нужно мужество именно провести с детьми, потому что на самом деле они ждут. Если мы договоримся заранее, ждут. И сегодня нас ждут именно в 15 часов, они уже все готовы. Мы в прошлый раз немножко опоздали на 5 минут, но прям вся школа там собралась, все нас ждали. И они немножко скептически относятся именно к таким мероприятиям, потому что они привыкли, что к ним приезжают, дарят подарки и уезжают. И в какой-то степени, может быть, даже ждут. И когда мы с Артёмом познакомились, он тоже рассказывал, что если вы начнёте дарить подарки, то каждый подарок их будет не устраивать, каждым разом больше и больше и больше. И когда приезжаешь к ребёнку, он может просто попросить им айфон 11 и сказать, а если ты не подаришь, он может обидеться. И тем более они находятся в таких условиях, как это достаточно очень чувствительное. И мы когда уезжали с детского дома, и на следующий день получили письменные отзывы от детей, вот это на самом деле пробирают. И ты понимаешь, что ты приносишь какую-то пользу, и ты можешь чем-то делиться. И вот это поистине круто. То есть и цель вчера была именно в данном мероприятии сбор денег на благотворительность не основная, а именно показать Кировскому деловому сообществу, что помогать нужно и помогать можно именно в таком формате. Вот сегодня у нас координаторы скоординируют именно время, куда мы поедем. И если Эхо Москвы будет интересно, мы дадим обратную информацию, как это прошло, потому что будет и фото, и видеосъемка, и здесь в себя на портале можете потом разместить или дополнить где-то, рассказать это. Да, вполне. Да, ну то есть, да, основная цель она такая. И как раз таки просто показать, потому что я когда в свое время давным-давно, там, в 11 лет назад как раз вот начинал вот эту всю активность по детским домам, для меня реально таким осознанием основным было, что благотворительность – это не когда у тебя куча денег, и есть условно лишние деньги, и ты кидаешь их там куда-нибудь, в кого-нибудь, и просто как бы и все. А что на самом деле это с одной стороны просто, то есть это не требует каких-то там огромных денег, огромных затрат, но с другой стороны, как сказал Дима, да, есть как бы тут нужно некоторое количество времени и действительно какого-то мужества, чтобы… то есть в какой-то плане это сложнее, но это очень доступно, это доступно любому человеку просто взять и доехать до детей и с ними пообщаться. Собственно, судя по обратной связи и тому действительно, насколько тепло было в зале, реально вот очень комфортно, то есть когда есть с чем сравнивать по разным мероприятиям, то есть нам было очень комфортно, ведущим, я имею в виду, и тем, кто выступал, было очень комфортно, потому что зал действительно слушал, зала было интересно, он действительно как-то взаимодействовал, и было очень здорово. А вы на мероприятии как-то рассказывали о работе своих фондов, о премии на ваши, ну то есть как-то чтобы люди понимали, что всё не ограничивается там какими-то благотворительными ужинами или поездкам просто по детским домам, что существуют какие-то образовательные программы, там программы в области искусства, когда помогают детям? Да, конечно, Инна, наверное, про искусство расскажет. Ну вот Артём показывал ролики, которые делают их организация, и ролики на самом деле очень, знаете, такие вроде бы простые, но очень пронзительные, они прямо вот самое сердце пробивают, и у вас будет желание, кстати, вот Артём расскажет об этом поподробнее, наверное, после эфира. Вы знаете, вообще тема детских домов, она, конечно, невероятно трагическая, я считаю, что это какая-то просто опухоль в нашем обществе, совершенно невозможная, потому что даже после Второй мировой войны было меньше брошенных детей, чем сейчас, да, то есть можете себе представить, куда катится общество, если мы сейчас имеем такое количество брошенных детей, это просто на самом деле катастрофа. И поэтому сегодня мы, я вот прямо с большим волнением уже сейчас, как бы, мы поедем в детские дома, и я планирую так в своей голове, да, что мы будем делать. Мы вчера с Артёмом обсудили, что мы, наверное, с ними порисуем. Возможно, прям начнем с того, что начнем всех обнимать, потому что я понимаю, что эти люди испытывают колоссальный недостаток просто любви, вот этой, вот знаете, вот этих обнимашек, которые мы, ну, в семье у нас, этого достаточно, наверное, а эти люди лишены родителей, поэтому, конечно же, недостаток любви у них колоссальный. И поэтому то количество людей, которые потом, не приспособлены, к сожалению, к жизни, выходят в открытый мир, оно очень большое, и вот тут очень важно этих деток научить трудиться, чтобы они, да, умели зарабатывать денежку, потому что они же привыкли, что у них все готово, да, в какой-то степени, их там, их накормили, их уложили спать, им там, включили телевизор, выключили. Их нужно научиться, научить трудиться, научить размышлять, научить приспосабливаться вот к этой открытой жизни, которая их ждет. И в этом смысле компания, проект Артема делает очень большое дело. Вот. Я как бы год назад вошла в команду премии на благо мира. Это премия за доброту в искусстве. Вот на самом деле, почему за доброту и почему в искусстве? Потому что, как нам кажется, искусство – это такая довольно сильная составляющая нашей культуры. И такой мощный образовательный, воспитательный момент. И нам хочется, чтобы люди научились разбираться, что такое хорошо и что такое плохо. Вроде в теории мы все хорошо понимаем, да. Ну, давайте вспомним, например, советское кино, да. У всех при этом словосочетании разливается какое-то тепло по сердцу. Мы понимаем, что у нас были герои нашего времени, что мы действительно получали какие-то мудрые уроки, да, просматривая эти фильмы. И у нас, например, 12 номинаций. Это театр, кино, литература, там, видеоролики и так далее. Мы хотим, чтобы это был портал в интернете, куда вы в любой момент могли зайти и получить ту долю любви, счастья, правильных каких-то эмоций, которые бы вас зарядили и которыми бы вы ориентировались в этой жизни. Очень хочется какой-то правильный вектор задать, да. Сейчас искусством называется все, что не попадя, извиняюсь за выражение. Хочется дать понять, что искусство должно быть не только красивым, не только впечатляющим, не только интересным, но и полезным. Да, еда может быть вкусная и красивая, но не полезная. Съел и отравился, хотя вроде было вкусно. Хочется, чтобы искусство было полезным. Хочется, знаете как, ведь на самом деле проблема детских домов, мы решаем сейчас ее следствие. А есть же причина, да, в чем причина? В том, что у нас общество, к сожалению, катится просто в тар-тарары. И если мы это не начнем останавливать, каждый на своем месте, да, вот как можем, то проблема детских домов никогда не исчезнет. А ведь есть страны, где детских домов нет, нет домов престарелых. Есть хорошие ориентиры, правда? Поэтому давайте мы каждый на своем месте, в своей семье, в окружающем каком-то пространстве. Может быть, не надо весь мир захватывать, да, сделать это хотя бы в рамках своей семьи. Давайте научим наших детей никогда никого не бросать. А как работает премия? То есть любой желающий может... Любой желающий может поучаствовать. Мы оцениваем произведение, не автора, а произведение. Любой человек абсолютно, который может поучаствовать у нас, он должен как бы создать некое произведение искусства. С единственным условием, это произведение должно менять внутренний мир человека к лучшему. Вот если эта составляющая учтена, да, и она работает, тогда вы, так сказать, делаете заявку, и мы рассматриваем это произведение. Есть экспертный совет, профессиональные люди, есть раз в году награждение, то есть вы можете получить и финансовое вознаграждение. Это будет как некое вложение в ваше дальнейшее творчество. И у нас очень проходит красивое мероприятие раз в году, где происходит награждение. И есть люди, которым очень трудно пробиться куда-то там, да, наверх, а здесь простой человек может создать некое свое произведение, которое действительно очень трогает душу и чему-то учит. И добро пожаловать к нам! А что чаще всего представляют? Кино, видеоролики, литература много прекрасной. На самом деле, вот все номинации хорошие. Мы даже в прошлом году включили интернет-сайты, потому что там тоже есть очень, очень такие... Даже интернет-сайты есть, да, даже интернет-сайты. Мы считаем, что это имеет отношение к искусству. Ну, на самом деле... Ну, это может иметь отношение к искусству, конечно. Да, вообще надо просто зайти и посмотреть. Каждому, я считаю, что вот запомните словосочетание «на благо мира». Вот найдите время в течение дня, зайдите и сделайте это некой традиции для себя, для своих детей. У нас собран контент, который, знаете, как бы иногда садимся, думаю, как так, лучших 100 фильмов. И потом какой-то фильм включаешь, думаешь, ой, и делаешь, знаете, ребенку вот так ручкой, закрываешь глаза, тебе стыдно сразу за режиссера, еще за кого-то. Хотя в целом фильм нормальный, но обязательно есть какая-нибудь, знаете, ложка и дегтя. Мы стараемся отбирать произведения, которые вы сможете смотреть с семьей, от мала до велика, и получить от этого полезную пищу для размышлений. Поэтому добро пожаловать к нам на премию, на наш сайт. Это интернет-премия, вот она доступна всем. Поэтому заходите и получайте хорошую пищу для размышлений, красивую и полезную. Даже если не участвовать, то есть ты вот, например, весь день работал, читал эту ленту новостей с ужасными новостями. И тебе захотелось вдохновиться, Даша. И вы тогда включаете смело. Вечером заходишь на благо мира, все, добра. И вдохновляетесь. И вдохновляетесь. И вдохновляетесь. Вот смотрите, если возвращаться... Отлично, кстати, инструкции, я себе это... я буду использовать. То есть утром, вот мы сегодня прям включили телевизор, и нам сразу-сразу и есть не хочется, и хочется плакать от этих новостей, которые там идут. Там коронавирус, тут трансгендеры, и куда бежать не понятно. А тут вы включаете интернет, заходите на благо мира и получаете массу позитива. Если возвращаться еще к детским домам, бывали у нас тут в студии тоже гости, многодетные семьи, где половина детей родные, половина детей, то есть либо под опекой, либо усыновленные. Уже в... то есть и те дети, которых взяли из детского дома уже в сознательном возрасте, существует такая проблема, как раз именно то, о чем вы говорили, что они привыкли, что все есть. Все есть, для этого ничего не нужно делать, и родителям прям приходится доказывать детям, что сейчас ты не один, все не только для тебя. Есть еще другие дети, которые точно так же могут рассчитывать на какие-то материальные блага. Вот вы сталкиваетесь с такой проблемой, когда ездите по детским домам, как вы с этим работаете? Абсолютно. На самом деле, смотрите, есть момент, я даже больше скажу, дело даже не в том, что у них все есть, а подход, он еще хуже. Подход, что им должны. И это почему я реально повторяю. На самом деле, был очень классный недавно фильм, ну, фильм, скорее, да, у Пивоварова на его YouTube-канале редакция, был как раз по детским домам. И он там дает очень много точек зрения. Некоторые немножко спорны в плане перегибов, что там вообще не нужно приезжать, обнимать детей, еще что-то, я бы поспорил. Но в целом он очень правильную вещь говорит, что не надо задабривать детей. Перестаньте просто приезжать, кидать подарок, фоткаться и уезжать. Это не помогает. Подожди, действительно, просто формируется точка зрения у ребенка, что, ага, ты взрослый, значит, ты мне должен. А как думаете, у кого такая, если вот это не ребенок, а у него идея, что ему все должны, это портрет какого человека? Эгоиста? Нет, это преступник. Тот, который подходит, и он уверен, что если у вас одиннадцатый айфон, а у него его нет, то вы должны его отдать. Вы должны отдать свой. Это просто, ну, то есть, у них вот это то, как устроена психология преступника. То есть вот эта статистика отсюда и берется, вы считаете? Я не буду утверждать, что она чисто из этого берется, но то, что в том числе, и это играет серьезную роль, я в этом уверен. И как раз-таки момент, видите, в чем? То, что вот как раз я тогда заметил, что когда ты с ребенком, ты приезжаешь, и реально ты сталкиваешься с этим. Это то, через что приходится прям прорываться в плане вот моральных своих каких-то моментов, что ты приходишь, и это вроде бы дети, и ты вроде хочешь там что-нибудь с ними пообщаться, А он подходит к тебе реально такой, типа, а что ты привез? Ты говоришь, ну, ничего. А вот телефон есть. Ну, отдай мне телефон. То есть это прям так бывает? И это не то, что так бывает. Это вот так и бывает. Вот так оно и происходит. Но как бы момент, на самом деле, в чем? Просто это как бы вещь, которую нужно понимать, и как бы к ней нужно быть готовым. И ты просто говоришь, нет, если хочешь, пойдем поиграем в футбол. Или там, пойдем порисуем. Я-то мой, да, айфон. Нет. В футбол будешь играть? И, грубо говоря, там, вот, ты не ведешься, не ведешься, общаешься, и потом у него это выключается, потому что, на самом деле, внутри это все равно ребенок. И вот за счет этого общения, за счет того, что ты приезжаешь, тратишь время на общение, почему, то есть, и это важно, там, лучше поиграть в снежки, чем привезти, там, 8 тортов, можно привезти с собой, там, реально что-то из еды, сесть с ними вместе тогда и попить чай. Отличная идея. И это, опять же, определенное общение. То тогда они вылезают вот из этого вот защитного своего вот механизма и действительно как-то начинают смотреть на жизнь и действительно быть как-то больше к ней подготовленными. Потому что, когда он выходит в мир и с подходом, что ему все должны, а ему говорят, Вася, нет, тебе никто не должен, то действительно очень быстро это скатывается куда-то в криминал. А, вы из детского дома, давайте, до свидания. Ну вот даже, прошу прощения, в полноценных семьях есть такая тенденция, когда мы задариваем детей, да, у нас, как бы мы вот приобрели все это, нам хочется им передать в виде подарков, там, какие-то блага. Но мы забываем иногда, что нам нужно подарить им не рыбку, а удочку. Мы должны научить их чему-то, да, мы должны дать им знания. И вот это часто очень такая, знаете, подмена понятий, мы хотим просто задарить их. А это неправильно, конечно, потому что это ни к чему не приводит, кроме как к эгоизму, к потреблению, к тому, что нам, дайте нам насладиться чем-то, да. А как это заработать, как прийти к этому, мы не учим. И это очень важный момент. Прервемся мы на минутку, буквально на рекламу. Продолжаем дневной разворот. Говорим сегодня о благотворительности и о вчерашнем благотворительном гала-ужине, который прошел в студии 101. Вы упомянули то, что собралось в общей сумме сумма в миллион рублей от нашего кировского бизнеса вот на этом аукционе и еще просто, видимо, пожертвования. Ну да, да, да. То есть, смотрите, у нас получилось, как были просто спонсоры мероприятия, которые, в принципе, оплачивали какие-то расходы и так далее, взяли на себя. Часть билетов шла, то есть был заложен уже благотворительный взнос, что мы как раз, чтобы немножко опять расслабить народ перед аукционом, типа, даже не перед аукционом, в самом начале сказали, да, что, господа, не волнуйтесь, благотворительность, конечно, очень страшное слово, но вы уже поучаствовали, все нормально. Вы уже свою лепту принесли. Да, извините, Артем, я перебью. Мероприятие было платное, то есть продавались билеты туда, и все привыкли, что если мероприятие проводит какая-то организация, они приглашают друзей своих партнеров. Здесь партнеры и друзья были приглашены, но им было объяснено, что это был благотворительный гала-ужин, и билеты продавались до последнего момента, да, вот прям в последний момент, где-то там за полчаса был продан последний билет. Если не ошибаюсь, по-моему, там в районе 150 человек-то было, да, и деньги, которые были собраны, то есть это 3,5 тысячи рублей стоил билет. Он частично покрыл какие-то расходы, например, но основная сумма, она идет все равно на благотворительность, чтобы никому не показалось, что деловой клуб там собрал мероприятия, еще и заработал на этом, да? Ну, да, это мы еще, мы убедимся, что если они что-то и заработали на предыдущих семинарах в эти дни, мы заберем у них это на благотворительность, все нормально, вот, мы с ними дружим давно, будем дружить еще долго, и никуда они от нас не денутся, вот, но, да, если серьезно, то есть получается, на самом деле, что на аукционе мы собрали где-то в районе 250 тысяч рублей, что на самом деле очень неплохо вообще для благотворительного аукциона, и мы, когда ехали в Киров, мы такие думаем, ну, не, ну, в принципе, если 100 получится, окей, и как бы там, когда ведущая аукциона такой говорит, ну, давайте соберем 200 тысяч, окей, удачи, удачи, вот, но в итоге получилось больше 200, и на самом деле, ну, это здорово, вот, плюс, да, была какая-то часть билетов, то есть там не все пришли прямо по билетам, то есть кто-то из партнеров пришел, кто-то там из вип-гостей и так далее, но там тоже где-то около 100 тысяч пошло на именно, ну, вот, с билетов, и плюс были спонсоры, то есть вот, например, Дмитрий и его компания, они так неудачно зашли в кафе в декабре и поговорили со мной, что, значит, им пришлось разориться на 350 тысяч рублей на благотворительность, вот, и как бы если все это вместе собрать... Они сделали это с удовольствием. Ну, это, да, это... Сейчас так говоришь, и всех распугиваешь вокруг. Да? Везде. Они очень удачно зашли в кафе, вот, отдали всего лишь 350 тысяч рублей на благотворительность, вчера пытались на благотворительном аукционе добить до 400, но их обошли на повороте и не дали этого сделать, но мы еще в Кирове, мы что-нибудь придумали. Вот, то есть на самом деле, да, я просто... Потому что, да, это из разных, как бы, вот таких вот историй получилось, ну, и в итоге, да, в итоге это достаточно... Крупная сумма. Крупная сумма. Удивительно прямо вот. То есть мы неожидали... Реально, когда мы, как бы, готовили мероприятие, мы не ожидали, то есть была просто идея, как бы, ну, окей, мы съездим, мы съездим в детский дом, мы как-то вот донесем идею, что можно, как бы, что-то с этим делать, ну, классно. Ну, может, что-нибудь соберем, ну, там, отобьем поездку, ну, классно. А тут так удачно зашли. А как сейчас распределятся эти средства? Смотрите, то, что я уже сказал, потому что вот есть вот программа по тому, что мы ездим просто в детские дома, соответственно, в первую очередь мы соберем, если еще там не собрали, во всяком случае я получу заявки от детских домов, которые давали поделки на конкретно адресную помощь, что им нужно, то есть какое-то оборудование, что-то еще там, я не знаю, телевизор, новый холодильник, ну, то есть какие-то вот простые, понятные там вещи, да? Плюс у нас есть постоянно какие-то запросы, так как фонд работает в целом по России, то есть постоянно какие-то запросы, мы можем, опять же, посмотреть, какая-то, то есть какая-то часть пойдет точно на адресную помощь, какая-то пойдет на организацию как раз-таки выездов и поддержания вот этой истории по поездкам в детские дома, потому что вроде бы поездка в детский дом – это, ну, что там, типа, ну, доехать, ну, встретить, ну, что-то взять с собой и так далее, и вроде бы, когда это одна поездка, то, типа, ну, там какие-то копейки, ну, то есть тысяч, ну, шесть, ну, может быть, десять тысяч рублей. Но когда у вас по всей России такое проходит, и оно проходит регулярно, то это уже вливается в какую-то сумму, вот. И еще одна программа, которая как раз-таки нацелена на вот декриминализацию вот этой вот сепрофилактику криминальной истории в детских домах, и которая дает очень крутые результаты. На самом деле тоже я немножко это попугаю. То есть у нас, например, есть дома для трудных подростков. Я не знаю… Прямо специализированные. Да, я не знаю, кому в принципе пришла эта идея в голову, какому, в кавычках, умному человеку, потому что когда вы помещаете не очень благополучного человека в нормальную среду, то, как правило, он выравнивается. Не очень есть шанс. Да, если вы помещаете его заранее в неблагоприятную среду, еще и называете это неблагоприятной средой, то шансы его сводятся примерно к нулю, приближаются. Но, тем не менее, такое есть. И вот в таких заведениях на… Вот по России статистика, она, я надеюсь, за последние там пять лет изменилась, но пять лет назад она была, что в среднем на сто человек подростков за год происходит восемь-десять уголовных преступлений. Ну, совершается. Это внутри этого заведения? Ну, вот смотрите. И вот эта программа позволяет снизить это до двух инцидентов в год. Вот я читала, да, вот этот вот результат, а как это вообще работает? Вы только приезжаете и говорите, давайте поиграем в футбол? Нет, нет, так это не работает, нет, к сожалению. Это может способствовать и помогать. То есть есть вот вторая часть, про которую мы говорили, это именно на мероприятии, это как раз-таки такая вот более программная работа, когда берется какой-то детский дом, и с ним работает год или два. Работать каким образом? Мы берем за основу, есть такая книга там, или как это можно назвать, просто там описание какого-то там морального кодекса, называется она «Дорога к счастью». По ней есть очень короткие простые ролики, их там 21, и суть очень простая. То есть там не крадите, там будьте достойны доверия, будьте трудолюбивы, там уважайте религиозные верования других людей. Вроде бы простые вещи, но там это не просто дается как, типа, делай так, делай так. Вот, а это как бы объясняется, то есть если говорится про религиозные, то почему нужно как бы уважительно относиться к религиозным верованиям других, то, что на самом деле люди разные, и на самом деле, вот если мы посмотрим, то у нас есть разные люди, которые кто-то мусульманин, кто-то христианин, кто-то там, я не знаю… Кришнаид. Ну да, там всё что угодно, да. И, как правило, для людей вопрос веры, вопрос их религиозных убеждений, он достаточно личный, и если его задевать, он достаточно болезненный. Если мы посмотрим на историю, то самые кровопролитные и самые жестокие войны, они как раз на базе религиозных, хотя ни одна религия никогда этому не учит. То есть любая религия, религия именно, да, настоящая, она учит добру, взаимопониманию, взаимопомощи. И поэтому давайте просто относиться уважительно. Давайте искать общие в религиях, да, а не наоборот. И искать общие, а не пытаться как бы, ой, ты такой, ты такой. То есть это именно вот таким образом доносится на очень простых примеров. Типа там, возвращайте свои долги. И что если человек постоянно как бы должен-должен-должен, то в итоге вы знаете как бы, ну а с кем вы потом будете общаться? Ну вы просто всем будете должны. И то есть для детей это доносится в очень простой форме, а потом им говорят, там показывают, например, ролик, короткий, классный, такой цепляющий, и дают им задание, типа вот там, на этой неделе, ну давайте приведите друг другу пример, как вы так уже делали, например, да, я вот, ну на самом деле там, я там мог там кого-то обмануть, но не обмануть, вот молодец. Типа, ну а теперь у нас на этой неделе мы применяем, вот стараемся не врать. И вы знаете, это так работает. Вот казалось, вроде простые вещи, мы говорим, что вот так хорошо. Мы показываем это видеороликом, да, мы рассказываем, мы пытаемся вывести на диалог там ребят, и это работает. Да. Представляете? Это невероятно работает, это имеет колоссальный результат, оказывается. То есть... Простые вещи совсем. Детям все равно нужен авторитет, это же как так получилось, что простые слова, если они не поднимают их на смех, не знаю, не относятся со скепсисом. Вот тут, на самом деле, это очень правильный вопрос, потому что, на самом деле, чем удобно, что это не, это как бы даже не столько какой-то человек им рассказывает, а им просто показали ролик и позволили это обсудить. И получается, что, хотя, ну, просто они не особо признают авторитеты, особенно вот те, которые трудные. Ну, в подростковом возрасте вообще сложно. Да. А тут у тебя нет человека, который тебе нужно признавать авторитетом. Тут просто есть идея. И возможность дискутировать. Да, и возможность подискутировать. И на самом деле, любой человек в основе своей, он хороший. И когда ты ему говоришь, что, ну, ты не приходишь, и ему говоришь, Вася, воровать плохо. А ты просто показываешь ему, он может посмотреть, что как бы, и он такой, блин, ну, вообще-то как бы, да, я бы не хотел... И, например, там, воровать плохо. И говорят, ну, представьте, что у вас кто-то что-то украл. Приятно ли вам? И он такой, да не, ну, конечно же, нет. Такой, окей, давай это обсудим. То есть, ты говоришь, ты хороший, просто поведение чуть-чуть страдает. Это можно подкорректировать. Но у человека зарождается вот это очень важное, что он хороший, и ему хочется это доказать. Извините, можно я, Артем, я вспомнила сейчас одну очень хорошую историю. Может быть, вы ее знаете. В каком-то африканском племени, когда человек, ну, где-то делал какое-то плохое дело, они собирали всех родственников, всех друзей, то есть, всех, кого можно было в округе собрать. И говорили, и вспоминали, что хорошего сделал этот человек. Весь день они тратили на это часы. То есть, они рассказывали, какой он хороший, как он в прошлый раз помог маме, не знаю, что-то там на огороде, как он сделал вот это все, а как в прошлый раз он там кого-то спас, а как это. Этот человек несколько часов выслушивал, какой он хороший. Его никто не ругал. Можете себе представить? То есть, он совершил какой-то простопок, а его все целый день хвалили. И когда он выходил из этой ауры любви, он больше не позволял себе делать ничего плохого. Можете представить, вот как это работает? И это невероятно работало. Невероятно. А мы, как правило, да, у нас на эмоциях, мы начинаем сразу осуждать, ругать, шлёпать, там по попе в угол ставить. А нужно сказать человеку, что он хороший. Он просто сделал маленький проступок, это поведение. Да, этого можно подкорректировать, но человек там хороший. И это работает невероятно. Невероятно. Да. И, вы знаете, есть просто на... Артём, 15 секунд. У нас буквально до конца эфира. Да, всё. Тогда после эфира мы ещё обсудим. Хорошо, да. Это был Артём Кузнецов, председатель попечительского совета благотворительного фонда улучшения жизни и образования. Дмитрий Плотников, руководитель компании «Вятский меха», соорганизатор мероприятия в Кирове. И Инна Гомас, актриса, руководитель премии «На благо мира». Большое спасибо вам за эфир. Мы с Соней встретимся и продолжим через 20 минут. Спасибо. Продолжение следует...